всем огромный привет сегодня у нас пасмурный день падают деревья идет дождь но нам нужно работать и сегодня мы поедем в лазаревское лазаревскому ездим каждую неделю поэтому на нашем канале вы часто видите обзоры ремонтируемых нами квартир если она у вас там есть либо у вас в лазаревском районе какой-то и жил в этом помещении дома так далее с радостью вам поможем так как у нас там бригада проживает не ездит никуда ничего но пока алексей сейчас загружается необходимым материалом который нужно доставить я решил ответить на вопрос многие сейчас подписались на наш канал как люди которые ранее не смотрели наших обзоров есть определенные вопросы на которые стоит отвечать постепенно да не все в кучу поэтому регулярно буду выкладывать вопрос-ответ например очень важная тема чем жилое помещение отличается от квартиры с квартирой наверное не стоит объяснять что там все понятно статус квартиры подразумевает возможность покупки не только обычным людям но и иностранцам что нельзя возможности приобретение жилого помещения потому что там предусматривается доля земельного участка в собственность вот но так как у нас за границу и так как у нас иностранцам земля не продается соответственно они не могут себе купить жилое помещение так чем же она отличается и стоит ли его бояться давайте поговорим на эту тему если мы говорим о уже сдан конкретно жилых помещениях которые уже подключены со всеми коммуникациями то принципе боязни здесь не может быть с юридической точки зрения жилое помещение это частный дом то есть вот давайте представим что застройщик построил частный дом и чтобы его разделить по жилым помещениям ему нужно в первую очередь разделить и в его долями далее через суд он узаканивает каждое выделенное жилое помещение с кадастровым номером что дает возможность будущему владельцу не спрашивает разрешения как у долевого собственника до продать ему эту недвижимость прописаться подарить и так далее то есть здесь таких ситуаций не будет поэтому если вы заинтересовались каким-то жилым помещением уточните это не доля случайно потому что доля я не рекомендую продавать не дай бог что-то может случиться с каким-нибудь из собственников он передумает там вам разрешать продавать или еще что-то у вас будут проблемы сейчас застройщики многие переходят именно на такой формат продажи именно строит 300 квадратных метров по разрешению на строительство и потом делят долями мы не будем делить на жилые помещения потому что это дорого потому что это проблема и так далее в таких случаях в таких домах подсоединяют всего лишь 15 киловатт электроэнергии выдают определенное количество кубов водоснабжения и непонятно что будет с канализацией возможно даже локальные очистные сооружения вот что касается жилых помещений которые уже давно построены здесь нужно обратить внимание именно на сам дом то есть хватает ли там мощности потому что в статусе квартира обычно застройщик который строит изначально на земле предназначенный под многоквартирный дом получает тех условия при которых необходимые какие-то нормативы всех мощностей в том числе водоотведение водопотребление электричество газификации возможно да у него это заранее уже бумажки есть а что касается частного дома то есть будущего жп или уже который устроился причем возможно сдавались по суду нарушая какой-то этажность да а здесь как бы характеризуют многие риэлторы на порядочные застройщики я знаю многих из действительно порядочных застройщиков которые свою очередь свое время строили и жилые помещения и переводили их от многоквартирные дома то есть будучи строя на земле и же с но они соблюдали так сказать определенные нормы для количества мощностей для того чтобы было комфортно людям но я знаю и других застройщиков которые плевали на эту тему поэтому здесь именно когда вы выбираете готовое жилое помещение интересуетесь всем сколько мощности электроэнергии чем отапливается дом будет ли действительно подсоединен газ давно ли газ подсоединяется если обещанный газ уже взяли там плату за пол кого-то и так далее есть ли управляющая компания разделены ли лицевые счета здесь это очень очень важно вот например взять как эталон примера по жилым помещениям золотая бухта вот застройщик действительно построил во первых на свои деньги два корпуса после того как он получил свидетельство на общую этажность он выставил в продажу будущее жилые помещения застройщик мало того что во время все сдал получил документы подключил коммуникации он еще и разделил лицевые счета во многих ситуациях лицевые счета делит именно управляющей компанией но не все поэтому здесь нужно уточнять жилое помещение как правило от квартиры еще отличается территории да вы прекрасно понимаете что должны вернее понимать что застройщик который строит частный дом ему необходимо просто получить разрешение на частный дом у него нет определенных критерий от нашего государства до от администрации города чтобы при строительстве этого дома выделялось определенных парковочных мест или обязательно установлена была детская игровая площадка поэтому в каких-то из живых помещений построены причем даже выше там трех этажей напрочь отсутствует вообще парковка поэтому если вы смотрите какие-то красивые фотографии может быть даже квартиру с ремонтом уточнять этот момент это статус жилое все-таки помещение или квартира из-за этого конечно же статус жилое помещение гораздо дешевле чем квартирник наша администрация наше государство борется с этими жилыми помещениями потому что массовая застройка не только сочи но и других городов со статусом жилое помещение соответственно придает большую популярность городу переезде да и пользованием такими помещениями что создает нагрузку первое на электросети второе на какие-то допустим там социальную сферу да то есть не хватает школ там садиков больницы переполнены и так далее то есть когда строится многоквартирные дома особенно фазы объекты тут администрация принимает непосредственно участие с застройщиком спрашивают мелока что ты будешь сделаешь для нашего города что ты построишь вот если ты что-то делаешь для инфраструктуры для развития может быть там набережную куда сделал может быть дорогу может быть увеличил мощности для потребления электросетей водоснабжения ливневок и так далее этому району других жителей тогда мы с удовольствием будем как бы помогать тебе способствовать строить этот дом что касается частного застройщика здесь у него экономия во всем поэтому он не участвует нигде ничего не делать ничего не строит только обособленно занимается своим объектом при этом конечно же у него затрат на какие-то дополнительные затраты то есть виде социальной сферы у него нету соответственно такие предложения они будут еще дешевле конечно же есть большая разница между качеством строительства бывает и жилые помещения гораздо комфортнее гораздо красивее выглядят чем даже фазы объекты какие-то там допустим там эконом класса но здесь нужно четко понимать что такие дома проходят экспертизу но не уровень краснодар понимаете поэтому здесь все остается в руках добросовестным застройщик ну и подведем итоги стоит ли бояться жилое помещение если она с документами если она уже построена если все коммуникации подключены бояться такого жилого помещения не стоил многие путают что жилые помещения сочи сносят это неправда на самом деле ни одного прецедента именно чтобы это был статус жилое помещение снести не было не было сносили те дома которые переводили по суду со статусом квартира то есть назначение земли менялась при этом застройщик в свою очередь нарушал какую-то определенную этажность пятно застройки и так далее после этого администрация там пусть спустя как какое-то время там может быть несколько лет начинает подавать иск об отмене претензию об отмене решение признать этот многоквартирный дом и после этого естественно администрации так как у вас не многоквартирный дом а вам разрешение выдавалось всего на частный дом на три этажа площадью такой-то дом подлежит сносу вот конечно в тех дома где люди сейчас уже проживают где такие дома уже переводили по судам и подключали коммуникациям я сомневаюсь что власти города тронут единственно конечно если только им не понадобится этот кусочек земельного участка принципиально и либо он слишком там нарушил какую-то этажность и в каких-то случаях даже бывает что дом технически допустим там неисправен или еще что-то с ним происходит обрушается и так далее тогда да может быть такая ситуация возникла из-за этого конечно же власти города стараются эти жилые помещения как можно сильно задушить я уже предупреждал о том что многие из ситуации выходят из-под контроля то есть дело не только касается сносов они например ограничили строительство то 300 квадратных метров частного дома и будущего жилого помещения что сейчас вы видите как застройщики когда берут большой земельный участок там соток 30 до начинает дробить на разные кусочки чтобы получить по 300 квадратных метров допустим там 5-6 корпусов и один какой-то участок оставить там под какой-нибудь зону там не знаю там отдыха спортивную площадку детской игровой площадки либо барбекю до или бассейн туда ставят вот таким способом они стараются но получение статусом жилое помещение именно сейчас очень достаточно проблематично в свое время они даже ограничивали жилые помещения в прописке потом конечно признали что это незаконно но тем не менее у людей это на слуху осталось осталось что жилые помещения покупать нельзя что их сносят и так далее вот когда звоночки идут вот такие вот да это идет борьба на сегодняшний момент те живые помещения которые строят многие могут попасть в такой ситуации что им просто не дадут мощности это понятное дело что застройщик ранее строил и у него это получалось но сейчас администрация будет спрашивать с компанией да по энергосбыту то есть по водоканалу и так далее а вы на каком основании дали им такую большую мощность понимать есть частный дом частный дом положено 15 киловатт электроэнергии положим три куба воды вам положено положено все то есть душить таким способом поэтому на этапе строительства будущего жилого помещения я категорично не советую покупать потому что на самом деле это рискованное дело самом конечно худшем случае это снос да но снос будет если застройщик нарушил этажность если он не нарушает этажности если все нормально он может просто не получить раздел и это будет доля в доме все это вполне будет законно можно будет и прописаться и все остальное но создает некий не очень комфортно да что нужно будет бегать собирать какие-то заявления о том что человек не против чтобы вы продали свою какую-то долю вот что касается квартирников да если вы допустим видите многоквартирный дом как там примеру адлер там не за континент как фрукты это конечно же многоквартирные дома если вы видите трехэтажку и на ней допустим какая-то мансардной крыши или еще она двухуровневая то конечно это строилось на земле и же у него может быть и квартирный статус когда-то переводимый по суду но это все строилось фактически так же как жилое помещение поэтому видите дом в котором нет ни парковок ничего это именно та схема которая ранее применялась в городе сочи сейчас пытаются навести более менее порядок сейчас цены поднялись до такого уровня что и жилое помещение многие себе позволить не могут поэтому город потихонечку встает в норму и переходит на частное строительство именно просто домов которые стали по цене за квадратный метр выгоднее чем купить обычную квартиру если что-то не рассказал вы пишите в комментариях вот и надеюсь вам тема понравилась поддержите ее напишите ваш вопрос и получите от меня ответ